Всем привет, с вами Гизма. Сегодня я расскажу вам про бои в игре Князь Тьмы на RBK Games. Бои проходят здесь на различных локациях. Локации можно просмотреть, зайдя на карту. Допустим, я сейчас нахожусь в потерянном храме. На клавишу M нажимаете и смотрите, где расположены какие персонажи. Наводите. Зеленый это вы. Синий, допустим, смерть. Некий персонаж. Также боты. Пехотинец, там командир. Неважно. Далее, переходить по локациям можно классом Война Царств. Войны Царств. Все полное расположение их. Может телепортироваться. Но телепорт работает только на теле локации, которые находятся на территории, допустим, в моем случае это Царство Тьмы. В Царство Людей мне придется уже, допустим, от потерянного храма идти пешком. Если вы увидите противника, например, это будет Царство Людей кто-то. Вы находитесь в Царстве Тьмы, например, либо наоборот. Вы выбираете просто режим фракции. И можете спокойно атаковать противника. Это если вы будете находиться в режиме бота. Если вы в режиме бота не находитесь, то просто спокойно можете его бить. Далее, если вы выберете режим мир, то, соответственно, ни противника, ни своих вы не сможете бить. Третий режим. Это режим отряда. В режиме отряда вы будете бить всех тех, кто не находится в вашем отряде. В отряде может состоять максимум 5 человек. Все те задания, допустим, убить кого-нибудь в войне Царск, кто ведет разведку. То есть, получают бонус, опыт, награду все, кто находится в отряде. Далее. Режим зло. В режиме зло ваш персонаж будет атаковать других персонажей с красным ником. Красный ник появляется в том случае, если вы убиваете своего игрока с вашего царства. Чтобы убить игрока с своего царства, вам необходимо поставить режим Все. Здесь вы будете бить абсолютно всех игроков. Не важно, в вашем он царстве находится или в чужом. Но в тот момент, когда у вас красный ник, если вас убьют, то с вас могут выпадать всякие ресурсы. Видим, на некоторых ресурсах есть вот такой замок находится. Это значит, что ресурс привязан. Есть ресурсы вот такие, на которые замка нет. Эти ресурсы и будут с вас выпадать. Так что, если вы будете усиленно убивать своих игроков, то будьте аккуратны, чтобы не попасться более сильному, который сможет вас убить. Либо на вас могут прийти сразу несколько человек и убить вас. Если же кто-то жалуется, что бегает такой игрок, и вы хотите его найти и убить, то вам необходимо просто открыть царство. Найти в участниках, например, этого игрока. Нажать на него. Давайте в сети выберем, вот, Bubblegum. И нажать, просто клацать на него левой кнопкой мышки и нажать следить. Ваш персонаж телепортируется к этому игроку, и вы сможете легко его убить. Далее, что еще можно по этому сказать. На полях, помимо игроков, расположены различные боты-мобы. Обычно это задание с ними дается. Либо вы можете просто стоять их убивать, поставить на автобой. И набивать себе опыт и гиду. Гида, она дает дополнительные параметры при достижении уровня. Вот, также с мобов падает дроп. Это карта монстров. По картам монстров поговорим о другом гайде. На этом по боям у меня все. Подписывайтесь на канал в YouTube РБК Гейм. Смотрите гайды. Также подписывайтесь на канал, в группу контакта РБК Гейм. Заходите в Telegram. Участвуйте в конкурсах, выигрывайте монеты. Будьте первыми. Всем спасибо. С вами был Гизма. Видео подготовлено для канала РБК Геймс в YouTube. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok